И кого-то эта молния поразит сегодня, потому что Брайан Довс и Ллойд Ван Дамс в первом бою встречаются на антердамском ринге. Брайан Довс, турнир тяжелых бойцов и тебе предстоит биться против Ван Дамса. Как ты будешь сражаться с этим могучим атлетом? Ну, как всегда, нокаутировать его постараюсь. Ну, а подготовка к турниру. Тренировался тяжело, работал, как всегда, старательно. Ну, что я еще могу сказать? Я пахал и готов. Ну, вот, тренер, как всегда, ест, конечно. А где еще почерпнуть силы для работы с этими взрывными и такими сумасбродными иногда атлетами? Ну, что ж, будет хороший турнир, вне всякого сомнения. Брайан Довс готов. Мы желаем ему хорошего, красивого поединка. И что все сегодня будет красиво, сомнений никаких нет. Амстердам богат на яркие и сильные эмоции. И вот сегодня будет болеть, конечно же, публика. Наверное, пополам разделятся голоса. Половина за Брайана Довса, половина за Ллойда Ван Дамма. Потому что его представляют Голландию. А вот и Ллойд Ван Дамс. Ллойд Ван Дамс. Представитель Муай-Тай. Так же, как и Довс. Очень могучий. На весах он показал 126 килограммов. При росте метр восемьдесят шесть. Шестьдесят пять побед. Из них 33 нокаута. Четырнадцать поражений. И тридцать восемь лет по отроду. А Брайан Довс совсем юн. Очень молодой. Двадцать три года боксеру. И у него сорок побед. Пять поражений. Двадцать восемь боев выиграл нокаутом. Итак, Брайан Довс. Голландия в синих трусах. Еще один голландский боец. Ллойд Ван Дамс. В черных трусах. Вынужден был наносить фронткик. И тут же Ван Дамс в ближнем бою размашистыми боковыми попытался показать, кто сегодня будет здесь законодателем МОД. Ван Дамс бьет от души. Удары его тяжелы. И такое ощущение, что очень много килограммов разделяют этих двух спортсменов. Хотя Брайан Довс весит 105 килограммов. Приличный вес. Но Ван Дамс. Такая воплощенная грубая сила. И чувствует себя он здесь уверенно и ведет себя очень по-хозяйски. Не хватило немного растяжки. Сам себя опрокинует. Мощный лоу-кик. Под левое колено идет удар. Я считаю, что не просто сегодня Брайану Довсу придется. Он сейчас начинает работать серийно. Но попадается капкан. Брайан Дамс передвигается неторопливо. Очень экономно. А первый раунд он начал. Как просто сильно рассерженный человек. Набросился на Брайану Довсу. И вот сейчас только немножко перевел дух. Выпустил пар. Ситуация чуть-чуть... Немножко не успокоилась, но как-то устаканилась. И первый раунд близится к завершению. Напомню, бои проходят по правилам Кей-Ван. Три раунда по три минуты. И первый раунд, несомненно, за этим гигантом, за этим... Великаном и силачом Галлойдом Ван Довсом. И Брайан Довс... Может быть, был слегка потрясен в самом начале позинка. Но к концу первого раунда... А тут он и успокоился, и начал удерживать дистанцию. И мне кажется, что второй раунд... Галлойд Довс старается. И у него вполне это может получиться, но это по силам. И он равняет немного ситуацию. Конечно, если Галлойд Ван Дамс позволит ситуации развиваться по такому сценарию. Не спешит Ван Дамс. Собирал. В первом начинает Довс. И неплохо начинает. Сейчас очень хорошо заметно, что в момент нанесения удара и ногой, и рукой Лоид Ван Дамс очень сильно открывается. Довс заприметил это, и Брайан Дамс умеет распорядиться вот этим своим сокровенным знанием. И это мы сейчас увидим. А пока чуть активнее молодой голландец. И попытка вести бой по правилам ММА. А вот вязаться и бороться с громадным и тяжелым Ван Дамсом, конечно, дело и бесполезное, и вредное для более стройного Довса. А вот такие рапирные уколы. Быстрые, точные удары на дальней дистанции. Это работает в сочетании с ногами. Все это здорово осложняет жизнь. Супер-супер-супер тяжа. Вот так можно охарактеризовать Ван Дамса. Конечно, он пользуется своим преимуществом весом. Надвигается вот такой большой черный день. Такой кризис для любого соперника. Но нужно противостоять. Даже нужно противостоять. Любым критическим явлениям. Любым трудностям. Вообще в этом мире непросто. Вся наша жизнь есть борьба. С голодом, холодом. С собственной ленью. С начальством. С пробками на дорогах. Бог знает с чем еще. И вместе со всем этим, вышеперечисленным, жизнь прекрасна. Несмотря на все наши болячки. Несмотря на все невзгоды. Всякую прочую шелуху. Которую уносит ветер времени. Остается лишь самое главное. То, на чем я стоял и стоять буду. Жизнь прекрасна. А второй раунд был неплох. Неплох прежде всего для Брайана Довса. И могучий Лойд Ван Дамс. Слегка. Задумчиво. Поглядывает на своего соперника. Ничего такого сверхъестественного не смог он здесь продемонстрировать. Выстоял. Юнец. И этот юнец совсем не птенец. А если ударить, так просто конец поединку может случиться. Действительно хорошо бьет Брайан Довс. У него из 40 выигранных поединков 28 завершилось нокаутом. Но пока не может он достать вот этого громадного человека. Лойд Ван Дамс идет вперед. И с оттяжкой в ногу бьет. Он действительно хороший боец Майта. Все правильно, все в рамках дозволенного. И падает. Удалось. Но... Вот продолжается. И... Сейчас ситуация мне напоминает начало первого раунда. Когда Ван Дамс включил всю свою мощь. И вот Кадзану из третьего раунда он вновь демонстрирует свое незаурядное физическое качество. И... Это уже Муайтай Таиландского образца. Ван Дамс не очень уверенно. Ван Дамс встречает Ван Дамса. А вот Ван Дамс попадает. Есть! Пошатнулся, пошатнулся Ван Дамс. И колено было хорошее в Дамсу. Но времени маловато. Раньше нужно было взрываться. Никого не оставляет равнодушным этот бой. И звучит гонг, еле-еле переставляя ноги. Брайан Дамс бредет свой угол. А вот Ван Дамс очень стабилен. Крепко стоит на ногах. А вот здесь был момент очень опасный. Атака колено. Затем попадание. Вот так сверху накрыл. И ноги... Ноги на мгновение отключились. Ван Дамс. Ну что, дополнительный раунд. Или же судьи нам объявят победителя. Ван Дамс объявлен победителем этого поединка. Отработал он уверенно. Но, однако, досталось ему. Мы немного боялись за тебя. Потому что не были уверены, что ты выиграешь в этом бою. Потому что, вроде бы, начало было нормальное. А затем какая-то пауза была. Ну что ж, он стоял довольно близко ко мне. И хороший парень. Но все-таки я одолел его.